здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас в гостях благочинной церкви люберецкого округа священник вячеслав новак но мы очень часто встречаемся с людьми которые можно так сказать помогают нам держать связь с богом и вот сейчас среди не до господа и я так понимаю что это и есть та самая минута когда есть такое ощущение что ты встречаешься с богом или человек который все время ходит в храм все время выполняет все необходимые скажем так элементы служения с точки зрения священника что встреча с богом у нас происходит каждую секунду каждую минуту или иногда все-таки мы не замечаем его или он нас не замечает ну вот смотрите удивительным образом происходит сегодняшний праздник так христа младенца принесли в храм так симеон который ждал этой встречи воскликнул мы не отпущаешь работа глупадыка вы понимаете сердце возликовало это было давно о празднике очень много написано историческое но современный человек ему очень тяжело воспринять то что происходило две тысячи лет назад ну каким образом ну вот но удивительно другое что человек в жизни встречает христа это встречи бывают разные одна встреча произошла у меня я его встретил в молодости когда вот сердце коснулось и ты все понял что вот он но другое дело когда человек ходит в храм допустим в детстве он родился постоянно его родители вводит вводит 13-14 лет а он его не видит по инерции вроде бы все понятно а встречи не происходит чего а вот и знаете тут ведь сердце она такое вот нужно задать вопрос почему люди вообще ходят в храм для чего ходит храм встреча с христом иногда происходит в поле на работе в автобусе где угодно но вот храм есть то место куда люди идут по любви они идут за любовью знаете у нас есть много профессий так есть профессия журналиста есть профессия знаете а есть профессия родину защищать зал да а есть профессия людям любовь дарить это священники то есть получается что люди которые ходят в кровь храм за любовью и если мы воспринимаем опять же священника который четко выполняет да не свои функции вниз а ну что за это и и сердцем и головой то есть и пониманием да и сердцем и тогда через священника через хорошего священника и идет это добро это либо давайте поясним сразу хочу сказать плохих людей нет вообще так это чтобы сразу понимали есть люди которым не додали любви есть люди которые вот есть два состояния человеческое вот в детстве у вас дети есть ну вот ребенок либо плачет так либо улыбается да то же самое происходит и со взрослым человеком а либо он улыбается либо плачет средний среди на нету он либо в радостном в душевном состоянии находится а либо он находится в таком уныние и все в таких мрачных красках называется депрессия депрессия и вот у нас 25 дней в январе не было солнце и все в депрессии все полностью и вот в этой депрессии человек приходит в храм и уходит оттуда с радостью душевный и обряды они помогают больше сосредоточиться помочь знаете как с любимым человеком ты встречаешься он тебя утешает ты евангелие открываешь и образ евангелия становится образом человек и да получается что у тебя вот что-то нарушено что-то сломано до реставрируется реставрируется вот приходит дочка к отцу так и говорит папа у меня в жизни все плохо папа ставит на плиту три кастрюльки так наливает воду разогревает их в одну кастрюльку бросает морковку в другое яйцо на втрите кофе что получилось даже не скажу ну да это да странное странное сочетание ну вот три кастрюльки до разные это разный набор набор раза что получилось ну дочка сказала сварилась а в этом ну да в каком вы подумали а я так думаю ничего 2 3 вот видите равная часть так вот отец говорит да действительно год сварилась но говорят люди бывают твердые как морковка обстоятельствах менять она становится мягкими люди бывают мягкими как яйцо бросить она разводится обстоятельства меняется становится твердыми говорит а кофе а кофе это те люди которые воспринимают обстоятельства меняют обстоятельства да 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 вы понимаете некоторые вещи которые сложные мы сложностью все они воспринимаются простыми вещами что в жизни человек любой человек добрый я знаете хочу вам так сказать что у меня встречаются всегда злых людей нет вообще ну потому что бог любовь бог создал по любви человек создается по любви но ведь ошибки то могут быть ошибки должны даже быть вот потому что что должно быть преодоление сушки нет или кто не делает ошибок тут вообще не существует вот знаете мы даже выяснили даже в самом языке слова есть плохой да нехороший недобрый недобрый то есть вроде когда скажем есть нормальный ненормальный тоже странное сочетание дальше злой до добрый сам язык по крайней мере он существует ли мы его придумали значит какое-то описание есть я к чему веду что если бы все вот представим себе на секундочку все как вы говорите не плачут вот все добрые такое возможно а такое есть докажите а зачем доказывать не надо доказывать потому что ко мне все приходят добрые зачем что-то доказывать когда но действительно тогда получается злые не приходят а злых нету значит приходят все но не все же приходят а вы понимаете какой какое удивительное свойство человека он всегда определяет на своих и чужих но вы понимаете такой такая странная вещь в христианстве нету ни своих ни чужих христианстве есть человек который принял христа и который является свободным христос пришел на землю для того чтобы человек остался человеком это большая такая очень сложная ситуация мы всегда что на что-то деле направо к левых но еще что то но мы живем с вами в одной стране мы все братья и сестры мы от одного мамы и папы произошли конечно да это и это в общем то вот такой вот опять же идеал жизни которому наверно мы все стремимся начиная с маленького какого-то семья до хочется чтобы была добрая семья чтобы не ругались чтобы дети росли хорошо вели себя хорошо и так далее и тому подобное но все равно ведь к сожалению ну опять же фразы из русского языка там работа локтями да по головам других и их же люди придумывают эти словосочетания вы хотите мне сейчас сказать что борьба и в современной современный человек постоянно хочет получать успех успех и на пути к этому успеху немножко забывает на тех истинах которые лежат в основе у человека человека так вот интересно а как вы понимаете под словом успех что вашем понимании но у меня вот как раз я понимаю лично хорошем смысле успеха чтобы достичь его никому не сделав больно это очень сложно но возможно но так уж не бывает а бывает вы ответили на свой вопрос вас уж тем успешным человек считается только тот кто получает удовольствие от того что он делает конечно если он получает удовольствие от того что он делает он уже успешный человек мало того мне так кажется что вот эти люди почему я например советовал своим там знакомым или студентам которые вот заниматься не своим делом ходят на нелюбимую работу что еще страшнее живут например с нелюбимыми женщины да да ну чушь греха таить то и говоришь ему ну поминай работу а вот я не хочу и так далее и получается что его ведь есть еще жизненная направленность вот вы сказали встреча с христом да мне кажется что вот его появление иногда может даже ты так но не то что это прям встретился и увиделся там вы поговорили а именно вдруг то что у тебя сработало не только желание а необходимость до твоего какого-то выстраивания твоей жизни и вдруг если ты услышал почувствовал и на следующий день ты принял правильное решение ушел на новую работу женился на любимой женщине и все пошло все поехало то есть это то что должно нас направлять на путь истины извините как звучит но человек стал человек мы с большой буквы это же есть истинно да тогда получается что господь должен появляться должен опять же не очень хорошая фраза хотелось бы чтобы он появлялся перед человеком или возле человека оказывался в тот момент когда тот стоит перед выбором истинный пути не есть он всегда перед человеком но почему-то человек сворачивает а человек свободен знаете есть черные краски белые краски есть разные краски в зависимости от того что человек хочет сам господь дал ему такую свободу воли что человек выбирает он свободный но скажите мне пожалуйста а вы сами свободны я максимально стараюсь быть свободным а в чем свободно вы зависимый человек от всего да я зависима но эта зависимость может входить составной частью мою свободу если я не лгу себе вот самые правильные слова в нашем современном обществе самый большой сказал бы я так грех есть когда человек начинает обманывать самого себя и вот от этого обмана он начинает страдать он обманывает всех но я не говорю про всех я говорю про свое сердце потому что нас сейчас двое и телезрители и вот каждый начинает обманывать себя изнутри он начинает меняться на работе он один дом он другой друзьями 3 дети и вот это все а где он настоящий он потерялся на приносится большие страдания а вот когда человек открывает библию открывает евангелие василий великий говорит евангелие должно быть отражение твоего лица другого не бывает и вот когда человек истинно живет по евангелию у него совсем по-другому мы современные люди очень много смотрим телевизор вот изучаем соцсети я не могу об их на логике финал логически не могу об этом не сказать а только по одной простой причине потому что если в древности человек общался с соседями но это было 10-20 человек небольшой круг небольшой ну да это небольшой круг то сейчас это тысячи людей которых ты даже не не знаешь как даже не ощущаю да и человек теряется у него пресса происходит такая депрессивное состояние такое она не то что она его выбивает он расплывается когда лоится троится он теряет свою личность полностью потому что он не знает не то что он читает новости как ради новостей и получается то а где ты когда ты успеваешь что-то делать в чем смысл выдавать сейчас мы делаем небольшую паузу мне очень нравится наша беседа потому что она прямо вот про наше сегодняшнее время когда как вы я на самом деле это тоже согласен что в ли все люди хорошие просто еще иногда это что-то плохое появляется в результате нашего не очень хорошего отражения в людях но мы сейчас об этом поговорим во второй части напомню что нас гостях благочинный церквей люберецкого округа священник вячеслав новых дождитесь напомню что программа открытый диалог с вами николай пивненко в гостях у нас благочинный церквей люберецкого округа священник вячеслав новых но вот вернемся к человеку сегодняшнему современному очень приятно когда священники именно сегодняшнего человека берут в пример потому что одно дело безусловно очень интересная история церковь это сама история да но тем не менее сегодняшний человек работа можно выяснили любимая не любимая непонятные к сожалению зачастую институт семьи не все сочетаются браком не все венчаются некоторые живут гражданским браком у церкви совая свое видение этого воспитание детей разные подходы так далее то есть к чему я иду есть некая такая вот жизнь которая что называется кипит и в эту человеческую жизнь как мы понимаем человек опять же не идеален на сегодняшний день даже если мы не делим их на плохой и хороший к этому человеку еще пытаются его сказать у нас есть машинка такая которая будет за тебя думать но например компьютер уже да есть есть теперь у нас появляются всякие умные колонки умные лампы и так далее я только за это почему вы наверное знаете что человек который придумал дистанционное управление чуть ли не нобелевскую премию получил потому что надо было раньше встать и переключить телевизор но потратить на энергии теперь можно лишь так вот сколько в нас остается сейчас человеческого а значит божественного да и сколько в нас привносится чего-то нового я не знаю опять же это в положительном направлении этот новый интеллектуальный разум нас ведет или наоборот господь нам дает новый какой-то инструментарий облегчая нам жизнь и создавая условия для того чтобы мы опять же были хорошими о как завернул великолепно смотрите любой прогресс так чтобы мы сейчас определимся точно любой прогресс освобождает время для того чтобы мы с вами общались больше друг с другом и с богом вот бенедикт нурсийский говорил 8 часов спи 8 часов работой 8 часов молись дальше что происходит искусственный интеллект вот сейчас модно студенты начали подключаться дипломы пишут дипломы пишут знаете им давайте не будем говорить я как услышал молодой пришел молодой человек в храм так не говорит батюшка есть искусственный интеллект это какой что это такое он мне сбрасывает там чат джи пяти мне такое интересно ну дай-ка я посмотрю нет я установил на компьютер думаю дайте я задам ему вопросы посмотреть вы знаете вот если человек умеет правильно задавать вопросы то эта машина ему в помощь если он правильные вопросы не знает как их поставить то машина машина не может отвечать то есть все равно без человека не никуда а вы понимаете если правильный вопрос поставить это решение проблемы уже 80 процентов 90 да да так самое интересное следующее было я машине задаю вопрос о догматах русско-православной церкви об истинно она выдает мне и в свое время изучал в семинаре религии и вопросы встретилась мне книжка настойных книг атеистов есть такая есть мы читали изучают то есть пусть это книжки человек становится верующим чтобы вы понимали если он четко изучает и становится православным даже выдает все четко с этой книги по английскому языку только на английском языке и вы понимаете то есть вопросы задаешь правильные вопросы даются то есть это облегчение времени искание в книгах но ты ведь точно знаешь что в этой книге то то если ты знаешь какая книга отчитала вида конечно к если ты изучал этот процесс кстати хочу коли мы говорим об искусственном интеллекте и о новых подходах молодежности а вот лев толстой для толстую даже сама надпись такая же что это такое когда мы открываем книгу да то мы здесь видим что комикс расскажите я так понимаю что вот это такие новые подходы с помощью которых даже лев николаевич толстой классик который всеми в школе воспринимаются мы сидим так ровно друг превращается в друга до который пытается объяснить смысл жизни что я не хотел сказать что ребята художники так собрались пришли в храм писатель из них говорит батюшка у нас художники мы хотим создать то 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 ну то есть комикс комикс ну как вот и они еще создали о достоевском самое главное что удивительно они вы получили грант на это благодаря гранту росмолодежи который оказал мне оспоримую такую но помощь то есть возможность получения вот это всего развития и то есть развитие и реализации да просто понимаете как я вам так хочу сказать сегодняшнее положение государства заботящийся о развитии молодежи настолько велико то есть государство заботится о молодежи так не то что для галочки нет это реальность когда ты обращаешься к людям и люди идут навстречу и говорят проект хороший давай делать люди нарисовали люди подарили люди раздали от же люди то что о чем мы с вами говорили когда человек для человека вот тут еще у меня в руках сейчас двухтомник такой как говорится толстый как говорим толстое издание очень интересно качественно очень светлая очень такой жизнеутверждающие да даже немножко не похоже на такой до религиозный важный труд храм преображения господня в люберцах том 1 том 2 это тоже выпущена до под вашим с вашим участием вот здесь можно на расскажите что это тем более 400 400 лет люберцам городу в этом году 400 лет до это дата дата настолько громадная мы в ней участники явно же по секрету скажу что третий том пишется он специально не был выпущен потому что но прошло очень мало времени это современность даже это очень много документов было найдено с развитием этого храма и разрушения который был стоял на стадионе ну знаете все сейчас благодаря администрации у нас появился участок где будет воссоздаваться новый собор новая история новая история но это не новое это продолжение на новом витке на новом витке у нас в марте месяце 26 марта будет праздновать новомучеников люберецких книга рассказывает удивительные истории о том ну скажем так она негативная с одной стороны потому что потому что к сожалению своему у нас фиксируется только негатив один написал на другого другой написал на третьего третий порвался четвертым то есть настолько негатив одного расстреляли но вот полностью весь негатив он книга она документально но документы есть и никого не денешься да да не кишки но насколько она открывает нам сегодняшним людям чтобы этот негатив не продолжался что мы сейчас фиксируем добрых делам то есть выход выход новый выход новый выход я думаю что к тому времени когда произойдет все это может быть мы сделаем отдельную программу именно по храмы и историка пригласим его и пообщаюсь вадим вадим еще сожалению времени у нас мало остаются два момента 1 расскажите о школе вот о том что сейчас происходит да у нас кто-то захочет прийти в преображенском соборе существует молодежное объединение это раз 12 17 лет молодые люди собираются занимаются и по не то что ездит в паломнические поездки помогают бабушкам дедушкам ну просто вот ну сказать что это тимуровцы но в таком плане что было всем понятно но с другой стороны детишки занимаются воскреска 90 детей 100 и воскресной школе 60 человек занимается взрослых библейский богословский курс им проходит люди вы понимаете многонаправленности из которые у нас по благочине большой из православной школы образа который вы знаете есть воскресной школы общее количество где-то 500 человек знаете к мысли о том что существует церковь надо еще привыкнуть предлагаю вам напрямую такой замечательный день обратиться к нашим телезрителям прошу дорогие телезрители я вас сердечно поздравляю с этим прекрасным днем я желаю чтобы каждый из нас встретил христа в доброте любви милосердием все знаете у нас существуют проблемы разные но одна единственная проблема которую мы не ну она неудобная считается проблем это когда человек не может смахнуть муху со своего лба эта проблема все остальное это временные неудобства которые сам человек себе устроил я хотел бы поблагодарить всех вас дорогие телезрители города люберцы и подмосковье ближайшего за ваш труд за ваше милосердие за ваша не неугомонное действие трудиться мы все с вами одной земли мы все с вами 1 1 одной любовью связаны с нашим отечеством у нас много серого в отношениях нет любви бывает оскудение такое но я знаете с хочу вам откровенно сказать все вы молодцы я сердечно благодарю за то участие которого в разных храмах благодарю священство благодарю администрацию благодарю всех людей которые трудятся на этой земле потому что в этот светлый день чтобы господь каждому подал радость и чтобы вы вставали с радостью с улыбкой бежали на работу и самое главное бежали потом домой тоже с радостью если у вас получается какие-то неудобства ну межчеловеческие друг с другом чтобы вы есть негатив оставляли на улице и к своей семье приходили в доброте любви милосердия знаете завершая нашу программу хочу вас поблагодарить мы наметили столько тем что наверно целый на целый цикл хватит но что самое важное я еще тоже хочу сделать такой акцент что очень хочется чтобы люди никогда не забывали то что они люди да и что без общения без помощи друг другу без понимания друг друга без ощущения что за нами все время кто-то наблюдает да кто-то тот кто ну даже не то что оценивает позволяет нам сделать правильный выбор что неправильный наверное делаем мы сами всегда с удовольствием некоторые а вот правильный выбор иногда нужна смелость для того чтобы сделать я вам знаете хочу так сказать мы всегда все делаем правильно вот неправильно там говорит человек а вот ты сделал неправильно нет мы сделаем правильно вопрос другом стоит я вам просто хочу сказать вот прям на последних нотах передачи церковь делает все для того чтобы душевное состояние любого человека было в нормальном состоянии в благодатном стоит в спокойном состоянии вот вот просто вот но есть вопросы конечно напоследок вы знаете наверно эту историю когда мама будет сына говорит сынок пошли в храм он говорит не пойду сынок вставая там бабки там ругают там в общем и толкаются тому полностью в сынок вставай не пойду мам отстань а ничего что ты настоятель храма вот благочины церкви или беретского округа священник вячеслав новак показался нам сегодня насколько мы все вместе за одно дело за одно дело вот спасибо большое спасибо вам большое и ходите еще с вами очень интересно и но я вас жду да и будем ходить друг другу договорились друг другу надо да что вот не только мы в зале здесь но и в храме надо вот где-то нам сделать пообщаться такую зарисовку сделать покажу вам приходской дом просветительский центр чтобы это зарисовочка была о чем разговаривать потому что надо действие вот за это действие мы и любим всех кто к нам приходит и приглашает нас мы поздравляем всех с этим замечательным событием не забываем что впереди март наполнены мероприятиями апрель до родительской у нас суббот конечно поэтому не раз еще мы будем об этом говорить это был николай пивненко всего вам доброго до свидания